Здравствуйте! Прежде чем перейти к сегодняшней теме и пригласить нашего гостя, хотелось бы вам напомнить, что вышел очередной выпуск календаря вокруг Света Армянского на 2023 год, уже столь полюбившийся многими вами, и каждый год вы его заказываете. Вы можете это сделать и в этом году, на будущий год, впереди еще новогодние праздники, поэтому можете заказать как себе, так и своим родным, близким подарок. Я вам его еще раз покажу, в прошлый раз я вам показывал его. Здесь также на каждый день интересная информация, маленькие статейки по каждому дню, что произошло в тот или иной год, в определенный день, именно в этот день, допустим, в армянской истории, в истории или в истории мирового армянства. Ссылочка, как заказать календарь, будет под этим самым выпуском. Внимательно посмотрите эта ссылочка здесь, чтобы не переспрашивали, и дальше вы заполните формуляр с чеком, отправляете на соответствующий адрес, который вам там будет указан. Те, которые живут за рубежом, для того, чтобы заказать, нужно сначала написать на электронную почту, которую вы тоже увидите, водарсобакамайл.ру, и мы с вами договоримся, как вам это сделать. Слава богу, бандероли доставляются по всей Европе, Соединенным Штатам, Канаде и так далее. Кроме Швеции, хочу еще раз предупредить, что в Швецию бандероли посылаться не будут по, скажем так, не политическим мотивам, а по личным мотивам. Далее, это по поводу календаря. Да, кстати, хотел еще вам сказать следующее, потому что я смотрю, многие заказывающие дублируют свои заказы, постоянно это делают, то есть несколько раз отправляют эти заказы, потому что во время отправки формуляра вам наверняка там пишется, что формуляр не доставлен. Все нормально, все доставлено, не верьте тому, что пишут. Так что все нормально, можете сделать заказ за один клик и не более. Так, ну что, перейдем, значит, к сегодняшнему выпуску. Ну, всем нам известно, какие были последние события, очень напряженные вокруг тех же российско-армянских отношений. Я имею в виду политические события. Сначала вот Лазаревский клуб, значит, проблема с Затулиным была, я уже об этом говорил. Теперь вот ОДКБ, которое собралось в Ереване, и Пашинян не подписал документы. Вокруг этого сейчас много говорят. Ну, что тут скажешь, я не знаю, понимаете. У меня, конечно, свое отношение к этому совхозенфюреру, понятно, о ком я говорю, да. Сейчас я не о Пашиняне. Это отдельная тема для разговора, тем более, что когда ты получаешь из рук диктатора орден, где я посмотрел, внимание, 229 бриллиантов, я уж не говорю о золота, рубинах и прочих драгоценных камнях на этом ордене имени Гейдара Алиева. Только там 229 бриллиантов. Понятное дело, что ты будешь защищать того, кто является недругом того же ОДКБ. Это понятное дело. И Лукашенко бы неплохо было бы вообще вспомнить по поводу Беларуси. Любопытные дела такие выходят. Грузин создает азербайджанскую нацию. Азербайджан-армянин. Александр Федорович Мясникян, или Мясников, как его еще называют, из Ростова-на-Дону, создает Белоруссию. И теперь эти люди учат нас, как правильно жить. Вот такие вот времена. Ну ладно. Пойдем дальше. У нас сегодня в гостях Валерия Алюнина, научный сотрудник Института Черноморско-Каспийского региона. Главный редактор портала «Наша среда». Здравствуйте, Валерия. Добрый вечер, Вадим. С радостью. Да, наконец-то мы увиделись. Да, но я еще не представил вас по поводу того, что вы член Лазаревского клуба. Нет, я не члена Лазаревского клуба, потому что туда входят более статусные, более уважаемые наши коллеги, которые еще, может быть, в некоторых советских времен так или иначе участвовали в проармянской действительности. Я была просто, моя кандидатура была согласована как докладчика по армяно-российским культурным отношениям последних лет. Но, к сожалению, мой доклад не вошел в основную программу. Меня срезали, много наговорили про странных речей, но, к сожалению, доклад мой не вышел к людям. Но от этого ничего сейчас уже не зависит. Это один из эпизодов. Но просто вам слово, как вы видите дальнейшую нашу дискуссию, потому что вы же сами понимаете, что в некотором смысле я форматно обрезана. Я не политический обозреватель и не могу много говорить о теме ОДКБ. Я человек, который старался заниматься живой водой. А я вам честно скажу, перед тем, как вас пригласить, я разговаривал со многими общественными деятелями. Кстати, вы тоже общественный деятель. Но я разговаривал с другими общественными деятелями, которые вхожи и в политику, и даже в парламент. И те, которые буквально каждый день по телевизору что-то вещают. И вы знаете, их было пять человек, все как один отказались говорить на тему ОДКБ, на тему вообще вот этих всех происшедших событий. Я так понимаю, либо они чего-то боятся, потому что они все-таки живут в России, да. Либо же что-то пошло не так. Вообще, честно говоря, мне очень сложно говорить. Если, допустим, я себя считаю экспертом, то что мне бояться-то? Я выражаю свои мысли, я выражаю свое мнение. Я не могу сказать за них. Поэтому поговорим с вами, с человеком, который не боится, вышел в эфир и честно признался, что в политике не особо, но тем не менее в этой среде варится. Верно ведь? Пожалуй, что так. Да. Что произошло по поводу Затулина? Давайте вот начнем с этого. Ну, поскольку я так или иначе занимаюсь текучкой, не только мониторингом различных процессов, но также стараюсь каждый день присутствовать на армянских ресурсах. И это уже длится порядка 10-13 лет. То я примерно представляю, из чего состоит структура сама армяно-русских отношений. Не только те потемкинские деревни и зазеркали, которые мы успели за эти годы соорудить под большими лозунгами братских отношений, стратегических союзных. Но и то, что происходит на самом нижнем уровне наших отношений, которые в большей мере отвечают реальности, чем то, под какими лозунгами мы сейчас заносим это в различные такие релевантные структуры. Поэтому, честно говоря, я была обрадована, когда мою кандидатуру согласовали для поездки на Лазаревский клуб в Ереване. Для меня это было несколько, может быть, даже и статусно, потому что, ну и что греха таить, Вадим, вы прекрасно знаете. И я занимаюсь тем, чем занималась молодая гвардия. То есть это такие люди немножко с обочины, пассионарии, которые не допущены в большие кабинеты, в большие форматы. Но, тем не менее, очень чутко улавливающий настоящий настрой армянского общества и российского общества по отношению друг с другом. Поэтому, когда я подготовила доклад, он был согласован, и я в это время находилась в Новосибирске, и я узнала, что никто не летит, потому что Константин Федорович Затулин был признан как бы персоной Нонграта. И я полетела в Москву, естественно, и там вот написала доклад в печатном виде и хотела представить его на Лазаревский клуб. Но, к сожалению, на мне время закончилось, поэтому я его просто выпустила, ну вот как бы на сайте «Наша среда», кто хочет, тот с ним ознакомится. Что на самом деле произошло? Ну, вы сами прекрасно знаете, что Россия и Армения зеркалят друг друга. То есть, в принципе, можно нашим республикам и государствам свои зоны ответственности за текущий бардак в российско-армянских отношениях определить. Есть вина большая России, есть вина своя Армении, и вместе с тем есть общая коллективная вина в тех зонах, за которые мы обе наши страны отвечаем. Поэтому я просто считаю, как русский человек, что Россия, кому больше дано, это и ваша позиция, Вадим. От кого больше дано, с того и спрос. Почему-то Александру I, Екатерине II и другим российским монархам не мешал тюркский континиум, который тогда уютно располагался на Каспии, выстраивать свои имперские отношения с армянским этносом, привлекать их в науку, в образование. И вообще, что греха таить, армянский народ стал одним из государствообразующих народов Российской империи. Но почему-то армяне сейчас стали мешать России танцевать. Но может быть, все-таки вопрос в ногах России. Поэтому, как бы, это для преамбула, такое вот бурливое начало. Я вас перебью. Армяне мешают России танцевать. Ну, как мы понимаем, да. Мы же все время упрекаем армянский народ, что он то нас предает, то он играет в равноудаленность, то мы все время делаем вид, что проблема армян в них самих. То есть мы не говорим, не даем никаких государственных ориентиров, мы не выстраиваем свою систему безопасности государственную в Закавказье. Но зато мы все время упрекаем в том, что нас кто-то не понимает и нас все время предают. Давайте поговорим лучше о том, что Россия в это время, в последние 30 лет занималась плотным размещением турецко-азербайджанской агентуры на ключевых постах, в науке, в академическом, во всех институтах востоковедении, они жили прекрасно на турецких коштах. И в это же время мы все время пытаемся упрекнуть и вставить шпильки в адрес армян, которые оказались еще и, мало того, что преданными нашей государственной машине, мы еще хотим, чтобы эта вина была на них легла полностью. Поэтому я просто с этим в корне не согласна. Это очень ошибочная трактовка наших взаимоотношений. И, на мой взгляд, вы говорили про Константина Федоровича Затулина. Как раз Константин Федорович Затуллин занимался армянскими, карабахскими, арцарскими делами на протяжении последних 30 лет. Это человек, который действительно отстаивал армянские интересы и прекрасно знает военные события 90-х и как все это заваливалось на протяжении последних 10 лет после проигранной грузинами войны 2008 года. Мы ждали, естественно, и обострения в Арцахе, и Майдана в Армении. Мы прекрасно понимали сюжет, по которому будет развиваться. Но, тем не менее, при каждом удобном случае мы находили возможность пнуть побольнее армян. Мы находили возможность падающий армянский этнос подтолкнуть еще сильнее к пропасти, к бездне. И почему-то никто за это ответственности не несет. Ну, как вы думаете, может быть, все-таки это все с верхов начинается? Я не знаю, потому что все-таки... Ну, верха-то должны знать, что происходит. Почему Азербайджано-турецкая, как вы говорите, агентура, она так массово расшагивает по России и делает все, что хочет. Вот, например, в Ростове-на-Дону, я помню, ну, может быть, месяцев пять назад Южный федеральный округ пригласил трех преподавателей МГИМО почитать лекции местным студентам в Ростове-на-Дону. И вы знаете, из трех преподавателей МГИМО все трое были азербайджанцы. И причем не просто азербайджанцы. Ладно бы, это были бы просто азербайджанцы. Это были люди, которые во время, значит, Карабахской войны 20-го года в эфире Первого канала говорили о том, где они будут мочить армян, в каких сортирах. То есть эти люди прилетели в Ростов-на-Дону, в ЮФУ, говорить о политологии, о социологии и прочих гуманитарных дисциплинах ростовских студентов, среди которых, ну, процентов 10 точно были армяне. Они сами удивились, эти молодые ребята. Откуда этот указ? О хронической проблеме российско-армянских отношений я скажу отдельно, потому что, в принципе, мы сейчас говорим о неких таких эзотерических настройках, неких маркерах, которые отличают армяно-российские отношения в последние годы. Вот, например, вы задаете вопрос по Лазаревскому клубу или по ОДКБ. Хорошо, по ОДКБ. Я не отслеживаю сам ход и договора, которые выходят из-под пера лидеров ОДКБ, но зато, по мнению армянских коллег, которые проживают в Ереване и отслеживают полностью российские, русскоязычные ресурсы, армянские, они сказали, что накануне въезда ОДКБ в Ереван в российских медиа была раздута фееричная армянофобская истерия. Давно даже такое не было. Настолько это было отвратительно, потому что это, казалось бы, нелогично, почему в самой России накануне поездки президента Путина, я уже не говорю об опальном Константине Федоровиче, но поездка Путина это все-таки действительно важный исторический шаг, как бы там армянский народ или группы разные политически не относились к президенту нашей страны, но поездка Путина имела очень скверный разогрев в России. Неужели сам российский народ участвовал в этой армянофобии для того, чтобы на этом фоне российский президент въезжает и получает... Российский народ, по-моему, уже давно ни в чем не участвует, за него участвуют другие. Разумеется, и на этом фоне Первый канал показывает сюжет, как Евгений Примаков выступает. То есть собрали более чем с огромного количества стран, где присутствует такой проект, как Бессмертный полк, и они собрали этих активистов, которые участвуют и в Мадриде, и в Португалии, во многих странах Запада в Бессмертных полках, и их там избивают. У них большие проблемы с законом. И эти люди, не побоявшись, приезжают в Армению, в Ереван на вот такой вот, ну как бы, между собой, понять стратегию, как дальше защищать наши интересы и в историческом поле, потому что, ну, речь идет о фальсификации итогов Великой Отечественной войны. И эти люди не побоялись приехать из европейских разных стран именно в Ереван, где была озвучена такая вещь, что именно Армения, потому что сегодня полностью разорваны отношения России и многих стран Запада, именно Армения может стать альтернативной союзнической площадкой для того, чтобы Россия могла защищать свою историческую правду вместе с армянским народом. Но кто об этом сказал, кроме Первого канала, в небольшом сюжете? По всем армянским, по всем российским каналам показывают вечно нескольких вот этих вот людей, которые встают под флаги Хазмааляна, Тиграна. Там присутствовали на этих митингах релаканты из Украины, релаканты из России. И они представляют эту группу целевую как зеркало всей армяно-российской действительности. Но это же полное искажение брать из горстки маргиналов и лепить, демонизировать в который раз армянский народ накануне въезда Путина. Ну что поделаешь, в такое время мы живем. Наверное, все-таки деньги играют большую роль, чем какие-то исторические давние связи. Вот мы с вами сейчас говорили о Лазаревском клубе. А давайте напомним, почему клуб называется Лазаревским. Ну, потому что выходцы из Исфахана, из Ирана, Лазаревы, Лазаряны, стали пришедшие сначала на Волгу, в Астрахань, один из основателей рода. Это были действительно большие, крупные военные, государственные люди. Это были меценаты, которые поддерживали. Также, кстати, и не только Лазаревы, которые попали в Астрахань, был такой купец Яралов, на корабле которого Николай I объезжал волжские города, придавая им новые импульсы для развития. Именно купцы армянские спонсировали, и армянский народ спонсировал большие проекты государственной важности в Российской империи. И так начиналось, в общем-то, правление Романовых при помощи армян. Мы также, напираясь на армянский народ, что было отмечено в особом благодарственном письме Александра I, благодарили тифлийских армян за сбор больших денег, когда мы воевали с Наполеоном. И дело даже доходило до того, что армяне Ирана присылали свои средства материальные через епархии. Мы же не могли напрямую брать деньги у персидских армян, но зато армянская церковь сделала все, чтобы эти деньги стали доступны и пошли все для фронта, все для победы с Наполеоном. Кто сейчас об этом говорит? Ежединиться вот горстка вот таких людей, как мы с вами. Я хочу напомнить, что это было тогда, когда азербайджанской нации в помине не было. А черные краи нефти, наверное, еще не продавалось там. Нет, я понимаю, что сейчас многие не блещут. Вадим, давайте признаем честно, что многие не блещут. И французский народ существенно сдал свои позиции. И английский, и немецкий, итальянский, ну и так далее. То есть даже в Израиле торжество... Вы имеете в виду, не блещут знаниями? Не блещут вообще развитием, не блещут пассионарностью. И в этом смысле российский и армянский народ, и разумеется, встает в более широкий формат. Но нам с вами, как патриотам своих народов, глубоко наплевать, что кто-то сейчас загибается, и кто-то сейчас проповедует принципы фашистского либерализма. Нам до них сейчас в этой ситуации дела нет. Мы говорим сейчас о своих народах, об армянском конкретно народе, о российском народе, которые до сих пор не могут спину поднять ни один, ни ваш народ, ни наш народ. Потому что они вместе всегда вставали. Вся проблема только в этом, что либо нас до конца обрушат вместе, либо мы вместе встанем. Валерия, скажите, а вот после того, как не впустили Затулина в Армению, вы же сами тоже не полетели туда? Мы не полетели, да. Мы не полетели. Это был огромный пол, порядка, я не помню, по-моему, человек 50 должно было лететь. Это крупнейшие наши военные эксперты, аналитики, пол журналистов. Я не знаю, кто должен был входить, но вот моя должна быть речь касательно только культурных взаимоотношений. Причем достаточно я заострила в своей любимой манере, заострила ряд ключевых наших проблем, связанных с полным провалом культурной политики, даже не мягкой политики, а полной культурной политики Российской Федерации в Армении. Я уже давно об этом говорю, что западные спиркиальные фонды типа ГБО, они полностью обрушивают наши никчемные вечера романса матрешек и медведей, которые мы пытались армянскому народу предложить в качестве мягкой силы. Поэтому проблема вся в том, что мы не создаем центры принятия решений. Я могу высказать несколько крамольную и эритическое предположение, но мне кажется, что даже Константин Федорович Затуллин, несмотря на свой вес как большого политика и отвечающего за российско-армянские государственные связи, в полной мере не отвечает за принятие решений. То есть в Азербайджане центры принятия решений существуют. Мы видим, как Палат Бюль-Бюль-Аглы взаимодействует с Алиевым, и азербайджанское посольство в Москве в полной мере нажимает на кнопки, и потом появляются в средствах массовой информации некие месседжи, или антироссийские, или антиармянские. Мы видим, как это работает по кнопке. Но мы не видим такой кнопки ядерного чемоданчика в российско-армянских отношениях. Именно это меня огорчает. Наши народы действительно не привыкшие жить в Микине. Что говорить про армянский народ? Он всегда жил в тисках. Но сейчас вот эта вот Микина, которая вот эта вот мякотка, которая разрушает хребет и армянского, и русского народа, это сделано из этого некая такая субстанция, которая губительна. Вот это болото, оно губительное для иммунитета как армянского, так и русского народа. Поэтому у нас все время была надежда, что сейчас придет человек и выстроит вот эту матрицу, парадигму отношений и начнет ее свинчивать. Появится один центр принятия решений, и мы начнем вместе заниматься мониторингом и антиазербайджанской пропагандой. Мы вместе начнем заниматься меценатством и книгоиздательством. Вместе будем все делать как бы друг под друга. Но у нас в российско-армянских отношениях не знает правая рука, что делает левая. Именно потому, что создается верхний уровень элит политических, который уже достаточно изношен. Это люди, которые жили при Советском Союзе. И вы сами видите, возраст людей, включенных в Лазаревский клуб, это люди 60 плюс и больше. То есть, смотрите, я отношусь, как и вы, к поколению, которое в 91 году я заканчивала школу. То есть, в моем поколении на практически 50 лет у нас большой опыт и большой объем активности на поприще армянского книгоиздательства. Мы постоянно работаем с нашими коллегами и в Институте Востоковедения Российско-армянского университета. Нас знают в академической среде, в научной, в журналистской. Это огромный опыт, который накоплен. И вами, Вадим, вы постоянно ездите по спирку, и знаете, как устроен спирт по всему миру армянский. Так же и я ездила в Армении. У меня 24 поездки в Армении, 6 заездов на Горный Карабах. Я знаю, кто где находится, я знаю и людей, понимаете. Но в это же время вот эти вот линии, которые проходят по поколению таких статусных людей, как Владимир Казимиров, Владимир Кривопусков и ряд больших ключевых фигур, которые удержали эти отношения в том виде, в котором сейчас хотя бы существуют. Но нас туда почему-то не пускают. Мы говорим о том, что мы, имея золотых людей, прокачанных, проработанных, книжников, и действительно армянский народ, он до сих пор не утратил своего интеллектуального высокого предназначения. Я с этим столкнулась недавно в Арцахе, когда еще до войны была. Я смотрела местное телевидение и видела, как арцахские школьники побеждают в олимпиадах по физике и каким-то фундаментальным наукам. То есть я все-таки, несмотря на наши падения, все-таки вижу, что интеллект это та, в общем-то, часть организма, которая больше всего сопротивляется. В этом смысле армянский интеллект, он еще все-таки на уровне. Но этот армянский интеллект вместе в кубе... Спасать надо этих детей, спасать, потому что все эти будущие физики, химики, они будут написаны под азербайджанцев, как это всегда и делалось в советские годы. Разумеется, но вот даже интеллекты наших народов не могут создать единственный центр принятия решений. Мы еще раз говорим, что азербайджанцы создают не весь какие... Да, но мы видим тех персонажей, которые представляют азербайджанский агентпроп, но это просто... Можно хохотать с утра до вечера над этими людьми. Но, тем не менее, у них есть какая-то стратегия, у них вектор и управляемость. Но у армян и у русских они... Ну, армян свойственны это в большей мере. То есть у них есть ряд-ряд ресурсов. Есть Союз Армян России, потом возникает еще какой-нибудь антисар, чтобы пошла работа быстрее. Есть Виктор Владимирович Кривопусков, который возглавляет... Ну, есть организация РОЦА, например, да, российско-армянские там дружеские связи. То есть очень много всех есть, но при этом мы все не можем собраться и структурировать нашу работу. Поэтому проблема вся и ОДКБ, и Лазаревского клуба в том, что идет вот этот вот водораздел между поколениями, между нашими поколениями, увидевшими разрушение Великого Советского Союза, пережившего вы, как бакинец, эти страшные потрясения. Я тоже видела, потому что я тоже, ну, отец служил в Эстонии, мы тоже были оккупантами, довольно гонимыми и так далее, и так далее. То есть мы опытные и имеющие большие активы на армяно-российском поприще, мы просто обрезаны, мы не попадаем никуда, понимаете? Мы все время собочены, пытаемся перенастроить эти системы. Но это же неправильно. Мне вот Мгер Гущан, это очень известный активист, он администратор группы «Патриоты Армении», несколько лет назад, когда Лазаревский клуб только-только начинал устанавливать свои первые сессии, первые в Москве и Вереване, он сразу сказал, нужно просто сделать, чтобы была молодежная фракция. Я готов возглавить эту работу. Очень грамотный и продвинутый парень, который постоянно стоит и на митингах и дает большое количество интервью за Россию, прекрасная русская грамотная речь. И он даже написал огромную стратегию по развитию Лазаревского клуба, как поддержки нас, как там 40-летних, 50-летних, да, со своими идеями свежими, со своими рисунками. Валерия, но вы же понимаете, что если будет продолжаться такая политика в той же России в отношении Армении, и этой молодежи может уже не стать. Вы понимаете, самая проблема, что мы не просители. Мы не хотим просить, мы ничего не просим, мы предлагаем. Дело в том, что сейчас речь идет о том, что мы, еще раз повторяю, отсекли поколение 40-летних, 50-летних, которые не хотят просить. Мы предлагаем свою помощь и Константину Федоровичу свою поддержку, а у него очень сложное положение. Он попадает под обструкции и азербайджанцев, и в Думе, и теперь еще в Армении, да, он занимает очень сложное, действительно, у него сложный блок работы, на него многое возложено. Мы предлагаем свою помощь. Я как редактор, главный редактор портала «Наши среды» порядка 15-20 лет. Виктор Коноплев развивал этот ресурс, ездил в Арцах, занимался русским языком, в Степанакерте, здесь МИ в третьей школе города Степанакерта. То есть мы знаем, из чего состоят эти структурно, эти отношения. Мы предлагаем. Мгер Гущан предлагал, допустим, свой стрим. То есть каждый был готов в эту копилку внести что-то свое. Нам не нужны вот эти вот позиционирования как таковое. Мы готовы просто вкладываться и вместе делать коллективный центр принятия решений. Но, к сожалению, нас обрезают, нас не видят. Вы понимаете, что мы, допустим, вот если видно сейчас, я написала со своим ариванским коллегой русский след Александра Томаняна в нашей стране, который как специалист состоялся в России, в Российской империи. Недавно мы издали книгу про Карула Лобяна «125-летие». Это были архивные работы. Мы встречались и даже с правнуком... Это автор, кстати, здания театра Красной Армии в Москве. Да, да, конечно. И у нас была книга про прав Фрунзе да Влатяна. То есть это часть работы, которую я сейчас показываю. Понимаете? Но в том же Лазаревском клубе не знают, что создаются эти продукты, которые способны действительно быть представлены, продвинуты. Чтобы их не издавали несчастным тиражом 300 тысяч, мы представляли эту книгу в день рождения Фрунзе да Влатяна в доме кино в Ереване. В день, там совпадает по дате, он родился в день, когда мы отмечали День пограничника. Что может быть статуснее? Да, Фрунзе да Влатяна, День пограничника. Мы дарили эту книгу и нашим миротворцам, и ветеранам пограничных служб Республики Армении. Но кто-нибудь знает, что мы этим занимаемся, понимаете? Мы издали антологию военного армянского рассказа в год 75-летия Великой Победы. Но кто-нибудь в ОДКБ и в Лазаревском клубе знает об этом? Почему до сих пор нас не могут заметить, что мы та смена, над нами не надо работать, мы уже проработанные. Мы уже можем приходить и заниматься, и поддерживать эту матрицу, которая без нас не будет она стоять. Потому что мы уже, наше поколение сейчас в основном, а еще 20-летние гибнут на фронте. Но почему нас не допускают до этого, понимаете? Вот в чем вопрос. Не в ОДКБ, не в тех выводах, которые будут делаться, и не в тех замещениях и фигурах умолчения, а именно в том, что именно есть некая форматная работа, куда не допускаются люди со свободными проектами, со свободным мышлением, которые... Поговорили на эту тему с Затулиным? Я не могу поговорить на эту тему с Затулиным, потому что он очень занят, это понятно, Константин Федорович. На нем еще Балканский фронт, на нем Абхазский фронт. У Константина Федоровича с Затулиным огромные тяжелые зоны ответственности лишние, он еще ездит в Сочи и так далее. Да, но у него же наверняка есть какие-то помощники. Разумеется. Я просто говорю, что когда-то Хазин сказал, что проблема Владимира Путина, нашего президента, в том, что он не создал себе нижний уровень безопасности. И когда верхний уровень безопасности начинает сыпаться по тем или иным причинам, ну, людям свойственно и предавать, и изменяться, и уезжать из страны, и хлопать дверью, и просто отрекаться, и предавать. Вот я не хочу, чтобы в российских и армянских отношениях это было постоянным фоном. Мы должны постоянно друг друга поддерживать и в эту копилку вкладываться бесконечно. Чтобы было из чего? Как партийная касса. Пусть это будут общие не деньги, но это будут общие решения, общие продукты, которые мы вместе можем создавать. Поэтому я за то, чтобы, в принципе, поменялось отношение к нам, к 50-летним, которые держат и сайты, посвященные армяно-российским отношениям, и карабасским тоже отношениям. Ну, может быть, и УДКБ когда-нибудь заинтересуется, чем мы вообще занимаемся в нашей стране. Я думаю, что это было бы интересно. У УДКБ ничего не интересно, кроме как удерживать власть имущих. Уж простите за тавтологию. Ну, это очень грустно, это очень сильно падает планка постоянно. Мы-то говорим про величие государственного замысла. Не про то, что есть. Вы с антитураном, который боретесь системно с пантюркизмом, как враждебной фашистской идеологией, прошившую всю нашу страну и так далее. Мы говорим о том, что... Валерия, вы знаете, бороться с антитураном этим, вернее, с пантюркизмом бороться не мы с вами должны. Должно государство России бороться прежде всего. Потому что именно по России будет бить этот самый Туран. И большая часть Турана находится, кстати говоря, не за пределами России. Большая часть Турана находится в России. Я имею в виду политического Турана, сам-то географический Туран понятно где. Это Центральная Азия. А вот политический Туран, он находится на территории России. Там, где заканчивается Казахстан, начинается Башкортостан и до Якутии в частности. То есть это огромный кусок. Поэтому здесь Россия должна бороться. И мне непонятно, почему тот же российский посол в Армении, и та же Россия, российское руководство, так усиленно борется за то, чтобы был открыт этот самый так называемый Зангизурский коридор. Ну, конечно, я тоже понять этого не могу. Это враждебные коридоры для армянского, вообще для восточного христианства. Это враждебный коридор для восточного христианства. Мы теряем зоны влияния не просто геополитические, мы теряем сакральные поля. Не живут нации великие без сакральных полей. Если эти сакральные поля превращаются в серые зоны, куда после армянского народа могут загнать и туркоманов Сирии, и ИГИЛ, то все, мы просто сами себе вычищаем духовную, ну, даже наши духовные подножки, которые нас держат до сих пор. Поэтому я же еще раз говорю, мы же, понимаете, многие нас воспринимают как неких еретиков, которые позволяют себе лишние высказания в адрес тех структур, этих структур, посольства, не посольства. Вадим, послушайте, но вы же видите сами, посты приходят и уходят, а мы с вами остаемся, понимаете? Но только вот совсем недавно меня стали приглашать на какие-то мероприятия, пускать даже в армянское посольство и так далее. Но меня раньше просто не пускали на какие мероприятия, потому что считали, ну, она же может что-то там не то наговорить, но зачем нам она вообще в принципе нужна? Понимаете? Но мы просто настолько в выхолосте сами, вот это пространство живое. Вот, например, несколько лет назад, я помню, в МГЛУ, это бывший Мариза Тереза, при поддержке Ара Абрамяна, Союза Армян России, было открыто прекрасное отделение в центре армянского языка и литературы. 15 русских девочек и мальчиков, и среди них были даже, по-моему, чуть ли не корейцы, которые просто сели и стали изучать армянский язык, их возили на стажировку, тоже Ара Шеверович помогал, на стажировку возили в Армению. Они писали тетради, мне просто сама Армяна Мартиросян показывала тетради, исписанные русскими, значит, журналистами. Это были люди, которых могли проработать потом и рассадить на правильное направление. Но после того, как они закончили МГЛУ, эти люди, как ресурс, растворились, ушли в закат, их никто не видит. Зачем мы вкладываем в них деньги, если мы потом не можем рассадить их на ключевые посты? Один работает по истории, другой охраняет там, я не знаю, зодчество Томаняна, вешает памятные таблички в Москве и вообще в России как таково. Понимаете? Но мы вкладываемся в какое-то благое дело, потом люди просто распыляются, как пыль, как песок. Они не работают как ресурсы. В этом вопрос. Поэтому общественные организации без конца создают какие-то координационные советы, они пытаются координировать свою деятельность. Но поверьте, нужно посадить ровно одного грамотного человека, который будет центром, и к нему как мониторинговый центр будут сводить свои идеи. И сейчас организована еще одна структура, которую возглавляет Академия Камалов. Да, мы знаем фонд армянской поддержки. Да, я знаком с ним. Последний прогресс. Замечательный человек, практикующий хирург, но очень он занятой человек. Он действительно очень большой доктор и многое сделал. Был награжден президентом Путиным, потому что он настолько продвинул лечение коронавируса в своей университетской клинике, что был отмечен его труд президентом России. Ну, послушайте, ну просто есть какая-то команда мечты. Владимир Русюнов, Валерия Алюнина, еще 10 мальчиков. Вы знаете меня, чего удивляет? Мы сделаем все. Ну, пустите нас просто. Мы все сделаем. Мы ничего не просим. Понимаете? Ну, нас... Валерия, вы знаете меня, чего удивляет? Вот вы сейчас столько перечислили имен и еще сколько неперечисленных имен. Да, да. Действительно, очень много талантливых людей, талантливых армян, которые проживают в Москве, да и вообще в России. И в то же время вот работа их не чувствуется. Хотя я вижу, что они стараются, стараются чего-то сделать. И работа их не чувствуется. Но зато по пальцам пересчитать нескольких людей всего лишь с деньгами, я имею в виду с азербайджанской стороны, у них все мазем. Конечно. Потому что мы не умеем пользоваться своими золотыми людьми. Вот вы посмотрите, в попечительском совете фонда «Наследие прогресс» сидит прекрасная любовь Казарновская. Но кто прекрасно дает мастер-классы оперного искусства? И в Арцахе, по-моему, давал, и в Армении. Да, она давала. Великий русский патриот. И папа у нее был правильный советский офицер. Но кто-нибудь видел Казарновскую, дающий комментарий по тому или иному делу? После войны кто-нибудь слышал Казарновскую, которая наверняка бы высказалась за? За армян Арцаха. Потому что там действительно живут уникальные, музыкально одаренные люди. Просто, понимаете, есть огромный пул проармянских людей. Если вы пойдете в академию, в энциклопедию Хаяск, вы увидите там богатейшие залежи многовековых друзей армянского народа. И это были не только друзья во время самых страшных геноцидов. Это были востоковеды из Франции, и были разные люди, которые изучали Армению. Это не просто потому, что жалости, миссионерство получилось. Нет, это был подлинный интерес к Армении как носителю многое квинтэссенции именно ориенталистики. Поэтому у нас действительно золотой запас людей, относящихся к Армении, как к своей второй родине. Для меня Армения – это моя вторая родина, хотя я приезжаю туда в гости и так далее. Но почему нами никто не может воспользоваться? Можно я задам вот так вопрос? Почему мы лежим на обочине, хотя у армян есть шикарная пословица? Обработанный камень на дороге лежать не останется. Вадим, но мы с вами до сих пор лежим на дороге. Мы не можем встроиться в это как бы государственное видение будущего Закавказья, если оно существует. Но мы просто все время грезим на его. У нас у каждого свое представление о нашей работе. Вы знаете, мои грезы уже давно канули, я вам скажу, куда-то в лето. Так что, честно говоря, я, конечно, вижу будущее Армении вот уже на горизонте где-то. Я вижу. Но произойдет это не так скоро. Другое дело, что, ну, вот так получилось как-то в последние годы действительно у Армении больше врагов, чем друзей. Друзья, они либо молчат сейчас, значит, были такие друзья, либо же пытаются вот что-то сказать, как-то надавить, что-то сделать. Но это, как правило, опять же, те люди, которым не дают массово выступить, публично что-то сказать. Я просто это вижу, например, из тех же моих коллег, наших с вами коллег, которые работают и до сих пор работают на федеральных каналах, когда они могли еще в 18-19 году в пользу армян говорить, и ничего им за это не было. А сейчас, к сожалению, я это говорю не понаслышке, они не могут говорить ничего в пользу и в то же время ничего против. Против, в принципе, пожалуйста. Но нужно это делать только в тему. То есть, если речь идет не, скажем, не об Арцахе, не о Карабахе, а речь идет, скажем, допустим, о российско-армянских отношениях, тогда ради бога. Можно говорить об Армении, об армянах против. Но когда речь касается именно Азербайджан-армянских отношений, там уже топится за Азербайджан, к сожалению. Многие из них, они до сих пор не знают, почему так. Вот что велено, то и говорят. У нас сейчас нет журналистики открытой. Как таковой нет журналистики. Вы же это тоже знаете. Сама вот эта вот армянофобская вот эта вот истерия, которая включается по кнопке и выключается по кнопке, она в некотором смысле очень напоминает 60-е годы, которые начались вот когда Хрущев пришел к власти. Многие говорят, это как отепель, а вот историк Спицын говорит, что это слякоть Хрущевская. Я с ним больше согласна. Вы же знаете, что именно тогда было принято решение об открытии памятника на Цицерна-Каберде к 50-летию геноциды армян в 65-й год. Вот как раз Хрущев меняется на Брежнево. Но что самое поразительное, нельзя было вслух в крупных кинотеатрах показывать фильмы о геноциде армян. Вот с одной стороны у нас строится Цицерна-Каберд, снимает Фрунзе Давлатян фильм «Хроники Ереванских дней», где одна из несущих, как бы они пребывают на Цицерна-Каберде. Но мне просто эстонский писатель Калли Каспер говорил, что он этот фильм видел в каком-то сарае, значит, в каком-то странном кинотеатре на окраине Минска в 74-м году, то есть крупные кинотеатры не пускают. У нас то же самое. У нас, в принципе, все, согласно, кивают головой за дверью. Да, армян геноцид был, мы знаем об этой трагедии. Но стоит об этом сказать в другом поле, как тут же начинают тебе зашикывать в спину. Это просто чудовищно, понимаете? Хуже всего, это когда бывает антисемитизм со стороны евреев и армянофобия со стороны армян. Это хуже всего. И именно сейчас мы переживаем такой период, когда армянофобия эта высказывается, вернее, вырождается, я бы сказал, не со стороны тех же азербайджанцев, турок или русских, все равно, а именно со стороны армян. Ведь есть сейчас и такие армяны, которые также страдают армянофобией. Ну, это кризис идентичности, да? Вот мы говорим все время какие-то мудреные слова, кризис идентичности. Нет, это не кризис идентичности. Мне кажется, это желание получить побольше денег. Это Тигран Киасаян, это Маргарита Симоньян, это многие те, которые готовы сожрать своих, чтобы другие боялись. Вот недавно Тигран Киасаян тут, значит, пугал казахов, что скоро мы придем к вам. Ну, имеется в виду Россия скоро придет к вам. Наверное, он, да. После Украины возьмемся за вас, да? И тут некоторые неграмотные казахи, грамотные как раз-таки они поняли, что к чему. А вот неграмотные казахи начали снимать ролики и обращаться к нему не как к россиянину, прежде всего, потому что он это от имени россиянина сказал, не от имени армянина. Спасибо ему большое, да. Да, к нему стали обращаться как к армянину. На что мне пришлось сделать запись уже для казахов и обратиться к казахам и сказать, что он такой же армянин, как вот я ирландец. Но для него прежде всего деньги. И можете посмотреть любые другие его работы в той же пилораме, в других программах, он точно так же чморит армян, как и вас, казахов. Вот. Так что дело даже не в этом. Дело в том, что, ну, этот человек, ну, большой любитель денег. Кто ему заплатит, той национальности он и будет. Все правильно, вы говорите, потому что эти люди даже не ездят в Армению. У них нет любви к этой стране, к Армению. Да, у них нет любви к России тоже. Ну, вы же понимаете. Да, да. Лично у него нет любви и к России тоже. Но я не знаю, вот будь я каким-нибудь большим начальником, я бы, наверное, уже понял, что представляет собой тот или иной мой сотрудник. Но тот, который мне больше, скажем так, вылизывает мягкое место, ну, тот самый первый от меня и отречется. Ну, это же понятно. Как это в Кремле не понимают до сих пор, до меня не доходит. Ну, в общем-то, ладно, поговорили. Выпустили пар, так скажем. Валерия, к сожалению, у нас время уже истекает. Я вот постоянно борюсь с тем, чтобы хоть как-то продлить эфир, но не получается с этим, потому что чем больше у нас хронометража, тем меньше нас смотрят. Ну, сейчас как бы ленивое население, оно не любит читать и не любит много смотреть, да? Поэтому хочется сделать все вот так вот, кратенько, емко. Я сейчас не говорю о своих зрителях, это могут быть кто-то там другие. Мои зрители как раз-таки вполне нормальные любители и почитать, и посмотреть, судя по их отзывам, чего они мне пишут. Вот я так понял, что, слава богу, как раз-таки мои зрители вполне думающие люди. Спасибо вам большое за сегодняшнюю встречу. Спасибо вам, Вадим. Я давно хотел с вами познакомиться, наконец мы вот познакомились, причем сделали это публично. Спасибо огромное за выслушивание столь бурливых месседжей. Они действительно, я просто про Армению могу петь очень долго, но дело в том, что мы хотим, чтобы структура поменялась. Нам уже эти эмоции... И мы этого хотим. И клятвы в дружбе и любви, стратегических союзничества нам не нужны. Мы хотим, чтобы структура поменялась. Мы за это говорим сейчас. Спасибо огромное. Всего доброго.